Измир Добро пожаловать, спасибо Оставлю вам меню И через несколько минут предупринять заказ Вам еще что-нибудь нужно? Я хотел бы... Сынок, что-то сделал Извините, пожалуйста Ну что вы, что вы, ничего страшного С тобой ведь ничего не случилось Я сейчас здесь все уберу Можно вас? Когда вы принесете наши тосты? Извините, пожалуйста, сейчас принесу Там тосты ждут, скоро будут готовы Пусть потерпят немного Оставлю, извини, пожалуйста, я опоздал Я сейчас подготовлюсь и выйду Ничего страшного, иди готовься и возвращайся Сестра Озге пришла, поэтому я уже пойду По поводу завтра я тебе сообщу, хорошо? Как это по поводу завтра ты сообщишь? Разве сегодня не твой последний рабочий день? Ты что, отказалась учиться в университете? Я отказалась, сестра Ты же знаешь, как сильно я старалась Как сильно я этого хочу Как же я могу от этого сейчас отказаться? Однако Эх, моя проблемная доченька Эх Ну все, ты иди, не опаздывай Я здесь все сделаю Хорошо Спасибо Спасибо Так и не научился нормальную еду готовить Положи еще немножечко, и я пойду Дженгиз А? Может, ты еще раз подумаешь А об обучении дочери нашей Послушай, я сейчас поеду и выйду Не мешай меня этого удовольствия, Хидия Не будет она учиться Ну ты только подумай Если наша дочь станет адвокатом Разве это будет плохо? Наша дочь? Мы ведь не можем поговорить, чтобы ты не открывал эту тему, да? Нет, тут так не получится Я напоминаю, чтобы ты не забывала об этом И не делала вид, будто ничего не было Ты пришла ко мне с ребенком в животе непонятно от кого Я принял тебя в таком состоянии Жалился Ну а если бы я не помог вам Что бы вы делали, а? Как бы вы вышли в люди Спасибо тебе огромное за все, Дженгиз Ты меня не бросил в такой сложной ситуации Ты принял меня в семью свою Ты стал моим мужем Но с ним ведь ни в чем не виновата Она ведь даже не знает об этом Не хочу, чтобы из-за меня жизнь моей дочери была испорчена Я хочу, чтобы она училась и получила профессию Каждый раз, когда я хочу выехать, ты постоянно портишь мне аппетит Я гнил себе, только хочу нормально покушать Ты сразу лишаешь мне этого удовольствия У меня уже внутри все сгнило Потому что я смотрю на твое заплаканное лицо, клянусь Мама Доченька Добро пожаловать Рада видеть тебя, матушка Отец Отец Отец, я сегодня получил зарплату И то, что я наработала за эту неделю Ну, на случай, если я с завтрашнего, я перестану работать А с чего это ты не будешь работать? Отец Ну, пожалуйста, позволь мне поехать в Анкару К тому же, я поступила в престижное место Все, кому я не говорю, удивляются Говорят, как ты поступил туда? Там слишком высокие требования Я буду оставаться у дяди Плюс у меня стипендия Если надо будет, я начну работать В нем буду учиться А ночью буду работать Я не стану грузом для тебя Если ты так хочешь не быть для меня грузом То ты перестанешь думать о обучении И завтра утром встанешь и пойдешь на работу Не надо доставать меня Мы и так по горло в долгах, слышите? У нас столько долгов, а мы даже не знаем, кому и за что мы их платим Я что, буду перед вами отчитываться? Еще отчитываться я буду Боже мой, а Я ухожу Вот, это ваше Думаю, вы приезда разберетесь Отец, пожалуйста, позволь мне уехать Послушай, я очень хочу учиться, пожалуйста Доченька, ты иди в свою комнату Отец, пожалуйста Хватит Отец, отец, отец Какой же черт отец? Ты улетаешь из своей головы всю эту дурь Ты будешь как и шаг работать и приносить деньги в дом Не выводите меня из себя Не выводите Субтитры создавал DimaTorzok Впервые в жизни доченька кое-что попросила у тебя Она с самого детства работает и учится Мы обе столько намучились Она столько лет работала Но ничего тебе не говорила Она правильно сделала, что уволилась Не надо уводить меня из себя, Хедия Не заставляй меня делать то, чего я не хочу Джингис, стой, прошу тебя, стой Хорошо, ты можешь со мной сделать все что угодно Я заслужила Но я не позволю тебе погубить жизнь моей дочери Значит, не позволишь, да? Что ты сделаешь, Хедия? А что ты вообще можешь сделать? Послушай Твоя судьба Вот здесь Она зависит вот от этих губ Иди позови свою дочь Позови, я ей все расскажу Я скажу ей Дорогуша, я не твой отец Ты настоящий отец бросил тебя с мамы и куда-то пропал Может быть, тогда она начнет меня уважать и прислушиваться к моим словам Джингис, что ты делаешь? Она же может услышать Что такое? Ты испугалась, Хедия? Хочешь я позвонить твоему брату? Да, давай позвоню, пусть он тоже узнает Не знаю, сердце у него остановится или паралич у него будет Узнаем Джингис, что ты делаешь? Прошу тебя, молчи, пожалуйста Вот так вот Знай свое место Сиди за своими словами Послушай Эту тему мы закрываем Она, как все, будет работать и приносить деньги в дом А Если ты так сильно хочешь, чтобы она училась Отведи ее к ее отцу Пусть он оплачет ей ее обучение На этом мои полномочия все, господа Хватит уже моему ребенку плакать из-за тебя, Джингис Ты не заставишь ее расплачиваться за мои грехи Моя доченька не опустит шею перед тобой Она будет учиться Несмотря на тебя И несмотря на меня Она будет учиться Доченька Прости меня, матушка Из-за меня у тебя тоже была нервотрепка Из-за меня ты тоже много всего услышал в свой адрес Было понятно, что ничего не получится Что отец не позволит мне уехать Я-то думала, может он пожалеет меня Я-то думала Что хотя бы один раз в жизни он подумает о своей дочери Но не получилось А кто тебе сказал, что не получилось? То есть как? Твой отец согласился Но ведь до этого, это было до этого До того, как он ушел, я смогла его уговорить Точнее он сказал мне Делайте, что хотите Ну-ка вставай Нужно собраться, мы торопимся Не могу в это поверить Неужели мы сейчас действительно поедем в Анкару? Да поедем, дорогая доченька Поедем Боже Боже, я так рада Ослым Посмотри на меня Обещай мне, доченька Что ты максимально хорошо закончишь обучение Договорились? Ты будешь настолько сильный, настолько успешный, насколько это возможно Мама, с чего ты начала об этом говорить? Обещай мне, доченька Обещаю, матушка Обещаю Все, нам нужно собираться С первым же автобусом мы выезжаем С первым же автобусом мы выезжаем Да ладно тебе, доченька, но не расстраивайся. Все-таки все документы при тебе, неважно, помяты они или нет. Я ведь только старалась, не хочу, чтобы что-то пошло не так. Я так много мечтала об этом, и сейчас не могу поверить, что это реально. Словно сейчас кто-то выйдет ко мне навстречу и скажет, нет, ты не будешь там учиться. Тебе больше ничего не сможет помешать. Моя доченька будет учиться, она станет адвокатом. Она будет уважаемым образованным человеком. И никому не позволит себя унижать. Ни перед кем не прогнется. Не будет ни от кого зависеть. Моя доченька не будет, как я. Но не говори ты так. Если бы я могла быть такой, как ты. Если бы все могли бы быть такими, как ты. Такими же жизнерадостными, как ты. Такими же альтруистами. Такими добросердечными. Такими чистыми, честными. Если бы все так же, как и ты, никогда бы не лгали. Анкара. Анкара. Матушка. Ну, когда они приедут? Элли, с утра ты одни и те же вопросы задаешь. Да скоро они уже приедут. Может, нам стоило на вокзал сходить? Мы твоей тете сказали, но она сказала, что не стоит. Не обращай внимания, так даже лучше. Весь день поработаем, а потом соскучившись обнимем их. Матушка. Матушка. Ты только посмотри на это. Они ведь выкинули их, даже не использовав. Дорогая, когда люди очень богаты, они забывают про это. Они ведь не так, как мы от зарплаты до зарплаты живут. Конечно, они не знают, что такое бедность. Если бы мы тоже не стали бы тебе понять, что такое бедность, моя дорогая. Но, матушка. Тогда бы я не ценила того, что имею. Моя дорогая. О чем это вы с утра мать с дочкой разговариваете? Отец, что ты делаешь? Дай-ка это мне. Не страшно, доченька. Отец, ты должен быть внимателен. Да, это тоже. Ладно. Ты это сделала. А это заказы господина Ментаза. А нам, получив новые деньги, я купил что-нибудь, чтобы мы могли позавтракать. Почему не сказал? Я бы пошла в маркет. А что бы я тогда делал? Ты работаешь в кафе, а потом еще помогаешь нам. А твоя мама с утра до вечера убирается. Хорошо, одна рука может у меня не полноценно. Но я хотел бы тоже помогать вам. Да ладно тебе, Яшар. Что ты такое говоришь? Ну разве такое может быть? Что за слова такие? Отец, разве можно так говорить? Я не знаю, как я смогу вам оплатить. Послушай. Давай с утра пораньше не будем расстраиваться, хорошо? Сегодня приедет Аслэм. Тетя. У нас дома появится много людей. Думай о хороших вещах. А где они? Они уже давно должны были приехать. А вот они, приехали, приехали. Беги, беги, Яшар, беги. Привет. Рада вас видеть. Хэдди, рада вас видеть. Мы тоже рады тебя видеть, дорогая. Как же ты похорошела у нас. Это ты у нас, красавица. Да? Моя дорогая, как же она выросла. Я очень скучала по тебе. А я больше скучала по тебе. Нет, я больше. Я больше, 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 больше. Теперь ты живешь здесь, в Анкаре. О, моя дорогая племянница, иди ко мне. Фисташка, как ты выросла, как ты выросла. Иди к своему дяде, иди. Ой, сестра, здоровья твоим ручеком. Столько сего ты наготовила ради нас. Да ладно тебе, мне же не сложно. Для моей племянницы этого мало. Она так заставила меня гордиться. Она поступила в лучший институт. А когда она окончит его, она станет нашим медом, нашей опорой. А в следующем году Эйлюль поступит. Мы будем вместе учиться, не так ли? В этом году мы вместе должны были пойти учиться. Хорошо было бы, да? Но из-за меня моя доченька не смогла заниматься. Из-за моих проблем она даже на экзамен пойти не смогла. Она была вынуждена начать работать. Но не волнуйся, доченька. Мы наверстаем упущенное. Отец. Мой дорогой отец. До сегодняшнего дня ты пахал ради нас. Не надо печалить из-за того, что последний год так плохо прошел. К тому же я ни на что не жалуюсь. Да уж. Этот год был таким тяжелым для нас. Надеюсь, Аллах нам такое не даст больше пережить повторно. Надеюсь. Нам очень повезло, что Бог оставил нашего брата с нами. Слава Всевышнему. Это, конечно, не смогло бы решить ситуацию. Но если бы они только отдали нам нашу компенсацию. Все еще нет никаких новостей, да? Нет. Адвокат сказал, что сообщит, если что. Но пока затишье. Боже мой. Ради того, чтобы не выплачивать маленькую компенсацию, они такое придумывают, безбожники. Нет, хорошо, когда работает. А как получилась авария, так сразу грехи не останутся безнаказанными, нура. Ладно. Давай закроем эту тему. Все-таки одна рука у меня здоровая. Потом у нас может быть не очень хорошая, но есть место для ночлега. Как-никак, но мы работаем. Кушаем. Моя дорогая сестра пришла. Моя дорогая племянница пришла. Что еще нам нужно? Эйюль, вставай, мы опоздаем. Ладно, ладно. Возьмем сумки и так пойдем. Хорошо. Молитесь за меня, хорошо? Чтобы все без проблем было улажено. Давай, побежали. Давай, моя дорогая, доверяю тебя Всевышнему. А ведь в детстве я тоже не поспевал за тобой. Это не из-за этого. Ты уступаешь мне, чтобы я победила. Мне так кажется. Мы ведь не успеем, да? Успеем, конечно, дорогая. Я каждый день прохожу эту дорогу. К тому же мое кафе тоже там находится. Вот там вот сядем на автобус и поедем. Боже мой. Этот парень обычно так быстро и агрессивно не едет. Аж пыль поднялась на дорогу. Ладно, может быть он торопится. Ты знаешь его? Да, его семья рядом с кафе находится. Но ты, конечно, чаще будешь его видеть. Это еще почему? Потому что я в одном универе. Эй, Люль. Мы с тобой опять отвлеклись и заговорились. Пойдем, скорее. Пойдем, скорее. Мюнтас, я тоже считаю, что мы правильно поступили, Мюнтас. Но я уверен, что Зан очень разозлился. Но пока от него ничего. На мои звонки он не отвечает. Мюнтас, ты дома? Он здесь, Мюнтас. Где этот человек? Это ты где, не прикасайся ко мне. Где этот подонок, твой муж, говори? Я думал, что с тобой что-то случилось. Я переживал за тебя. Да, кое-что происходит, матушка, кое-что происходит. Я буду своим мужем судиться. Он продал дом, в котором я живу. Мне пришло уведомление о выезде. Он продает наследие моего отца. Ладно. Хорошо, давай мы успокоимся. Пойдем, ты сядешь, а? И выпей стаканчик воды. Давай спокойно поговори, мой дорогой. Как ты могла позволить это, а? Отец для нас купил этот дом. Для нашей семьи. Там везде есть от него, от меня, от тебя хорошие воспоминания. Не начнешь ничего другого, чтобы продать за деньги, а? Озан. Сынок. Это дом последний, что осталось мне от отца. Как он мог продать его, не спросив меня? Как ты могла позволить это? Как ты могла быть такой слепой? Ему не интересуют воспоминания моего отца. Он все их стирает. Ты не видишь этого, что ли, матушка? Сынок. Мой отец в селах школы открывал. А этот подон пошел и парковку построил. Обрубил финансирование стипендий, сирот. Все, что отец делал для нас и для общественности, он все это уничтожает. А ты просто сидишь. Озан, хватит. Хватит. Хватит орать. Ты сидишь один, дома, целыми днями. Не продолжаешь обучение. Мне не звонишь, а я ведь твоя мать, сынок. Я устал днями и ночами переживать за тебя. Тебе сложно меня поддержать? Тебе сложно быть рядом со мной? А зачем я тебе нужен, а? Рядом с тобой ведь Мюнтаз. Ну ты скажи этому подонку, я заставлю его скушать все эти документы. Озан. Озан. Боже. Он опять что-то сумасшедшее сделает. У этого твоего друга явно не все в порядке сегодня. Он постоянно едет туда-сюда. Интересно. Успокойся ты, детка. Говорю же тебе, мы успеем. Послушай, Илюль, я приехала сюда из Измира. Не хочу не успеть приемную комиссию. Я очень переживаю. Ты уверена, мы успеем? Не знаю, есть, конечно, вероятность. Да не надо меня сводить с ума. Да ладно, детка, я же шучу. Ладно, мы успеем. А, видишь, маршрутка едет. Давай. Хедие. Вещи Аслым повесишь сюда, хорошо? А то без дела валялось. Иди. Ты плачешь, что ли? Что случилось? Аслым это тоже положил в свой чемодан. А помнишь, брат, мы им с Эйлюль купили две такие куклы. Они тогда были такими маленькими. Я увидела куклу и расплакалась. Боже, ну я же мама. Эйлюль до сих пор засыпает с этой куклой. Аслым тоже, видимо, не потеряла. Она никогда не расставала с ней. Как же быстро они подросли, не так ли? Да. Но если ты с самого первого дня будешь так плакать, то сложно нам будет быть сильнее. Посмотри с хорошей стороны. У нее здесь есть семья, у нее есть кузин, у нее есть мы. Да, это так, но... Все равно мне очень грустно. Тебя ничего другое не тревожит, ведь Хидия? Если ты хочешь что-то сказать, не стесняйся, расскажи мне. На самом деле, брат... Кофе готов. Пойдемте. Хорошо, Нуран, мы скоро будем. Хорошо. На самом деле что? Я слушаю. Хидия, если у тебя есть какие-то проблемы, не стесняйся, говори, сестра. Тебя мне доверила наша покойная мать. Я и так не могу достаточно часто находиться с тобой, мне от этого очень грустно. Хотя бы, если у тебя есть какие-то проблемы, рассказывай мне. Не держи в себе. Нет, брат, нет никаких проблем у меня. Я просто немного растрогалась. Ты же знаешь меня, я люблю поплакать. Не обращай внимания, пойдем выпьем кофе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!